Итак, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. И мы продолжаем изучать Тору на платформе Ваикра и на моей личной странице в Инстаграме, на которой я, так как очень много людей смотрит, выключаю комментарии, потому что они мешают. А в Фейсбуке, на странице Ваикра.ком, там я не отключаю комментарии, потому что там смотрит меньше людей, комментарии не мешают смотреть урок. Но тоже лучше писать меньше комментариев, потому что, когда ты пишешь, ты не слушаешь. Есть в истории такой закон, что то, что полет лоболе, то, что выплевывает, оно не глотает. И этот закон, он очень важно, его можно применить во многих, во многих сферах жизни, потому что, когда человек, он высказывает свое мнение, да, он уже это мнение, он в него вкладывает свою силу, да. И в этот момент, в этот момент он уже не воспринимает. Это очень важная такая штука. Кстати, интересно, когда-то один профессор рассказывает эту историю про профессора, про буддистского монаха, ну, в общем, про любого учителя, да. Какой-то был учитель, к которому приехали ученики, и он вначале долго не соглашался их учить, он их не пускал, он говорил, нет, я не буду вас учить, и большая часть разъехалась. Те, которых он все-таки после этого впустил, спросили, а почему ты сразу не впустил? Он говорит, вы знаете, качество обучения зависит от желания человека учиться. То есть, если у него есть желание, то тогда он будет воспринимать информацию. Если нет желания, то не будет. Поэтому те, которые не сильно хотели, не было смысла их обучать даже, потому что все равно бы они ничему не научились. Хорошо, они, те, кто остались, у них было сильное желание, и он им говорит, хорошо, Вася буду обучать, сейчас будет первый урок. И он говорит, давайте чайку попьем. Расставил чашки, взял чайник с чаем и начал наливать. Наливать он начал чай, значит, налил уже полные чашки им, и он продолжает лить. И чай начал переливаться через верх. Они ему говорят, извините, может вы не обратили внимания, чай-то уже чашки полные, он переливается через верх. Он говорит, я обратил внимание, я очень хотел, чтобы и вы обратили внимание, что в полную чашку, говорит, чай не нальешь. То есть, если человек полон знаниями, и он думает, что он знает, то он, конечно, тоже ничему не научится. И мудрецы Торы об этом сказали в Пертьявод 2000 лет назад. Йосип Бен Йоэзер был такой человек, Ишт Среда, он жил в городе Среда, на территории Израиля 2000 лет назад. И он говорит, говорил он так. Пусть будет твой дом домом собрания для мудрецов. То есть, именно приглашай к себе в дом мудрых, умных людей. А в наше время это может быть умные книги, это могут быть ролики в ютюбе. То есть, это очень интересно, зачем он так говорит. Значит, мудрецы сидели на таких скамьях, а ученики сидели на полу. Тогда вообще ковры, такие пол. И пылись в прахе их ног, имеется в виду, что слушая их со скромностью, пытаясь понять вот это знание. То есть, пей, как человек, у него большая жажда. И он, когда дорывается до воды, он прямо эту воду пьет, прямо вообще с огромной жаждой. А также надо учиться, когда ты прям хочешь получить эти знания, то они заходят. И царь Салмон мы учили уже в Мишле, он нам дал еще одну такую схему про обучение. Он сказал так, что им как кесев тахпесена, если ты будешь искать знания, как люди ищут серебро, Если ты будешь искать знания, как люди ищут серебро, и как люди ищут сокровища, тогда ты поймешь трепет перед Богом, и познание Всевышнего, Всесильного ты найдешь. То есть, только если ты будешь этому действительно посвящать время, силы, желания, ты поймешь тогда, чего Бог хочет общать людей, ты поймешь, что нужно делать, как надо поступать, когда ты поймешь, у тебя будет познание Всесильного, когда ты поймешь, как работает эта система, вообще этот мир, тогда, конечно, будет у тебя жизнь праздник. Просто будет жизнь праздник, ты будешь все время радоваться, потому что, когда ты близок ко Всевышнему, и ты понимаешь, что она тебя хочет, и ты понимаешь, как все работает, ты прям видишь насквозь вообще всю реальность людей, законы, события, ты понимаешь, видишь истину, да? Бог – это истина, божественная истина. Хорошо. Значит, а сейчас мы возвращаемся, мы заканчиваем уже притчу царя Соломона Мишли, 31 глава. 31 глава. И мы находились на том, что мама увещевала своего сына, царя Соломо. И несмотря на то, что он был царь Израиля, он построил первый храм, он был пророк, он маму слушал, он маму слушал, и она ему говорит, после того, как он женился на дочке фараона и проспал утреннюю молитву, и не открыл храм для жертвоприношений, ключ был у него, она ему говорит, сыно говорит, не отдавай женщинам свою силу, свою доблесть, и не пей, не пей. Значит, мы дошли до того, что, значит, четвертый отрывок, что мы уже прошли его, но я напомню просто, чтобы была связь. Не хорошо царям пить вино, и не хорошо знающим тайны пить шехер, крепкие алкогольные напитки. Пенништы, может быть, они напьются в Ишках, Мехукак, и они забудут тогда постановление закона. То есть, когда человек, мы знаем, когда человек выпивает, то у него сразу слетает вся его система рационального управления, для него закон не закон, а кто сказал, и мы знаем, как ведет себя пьяный, море по колено. Так мама ему говорит, что если ты царь, так ты напьешься, и забудешь ты тогда закон, постановление, и ты тогда забудешь, ты изменишь, извратишь суд над угнетенными. Ведь царь, это на нем большая ответственность, он должен обеспечивать, чтобы был честный суд в государстве. Это очень важно. И она говорит, а как ты тогда будешь это делать, если ты напьешься? И дальше она ему говорит, ну, Шехар Левед, дайте крепкие алкогольные напитки потерявшемуся в своей реальности, и дайте яйн ли море нефеш, и дайте вино тем, кому грустно. То есть, это только две ситуации, когда можно человеку пить алкоголь, или он вообще потерялся, и уже ему хуже не будет. То есть, он уже в таком плохом состоянии, что от того, что он выпьет, уже как бы хуже не будет. Может быть, он найдет выход из ситуации, и вот он просто, ну вот, у него сложится по-другому мысли. Потому что, когда человек не видит выхода, это не значит, что выхода нет. Это значит, что у него просто в его картине мира он не видит этого выхода. И когда человеку грустно, он тоже, у него идет цепная реакция, то есть, он видит, что все грустно, все плохо, и когда он так начинает думать, то действительно у него внутренний мир, он окрашивается в такие серые, тусклые тона, в болотные иногда-то. И он, значит, ему грустно. И он, как бы, не видит, не то, что не видит, у него внутри нет вот этого вот божественного света, который, когда у человека с Богом есть контакт, он счастливый. Это явная проверка, он в контакте с Богом или нет. То есть, праведники, они прям сияют, они счастливые. Если человеку плохо, значит, это показывает, если ему эмоционально плохо, это показывает, что у него какая-то есть в жизни сейчас сбой программы, назовем это так, сбой программы. Если ему эмоционально плохо, то его эмоциональное состояние показывает, что ему, у него вот его модель жизни, его модель мира, его модель взаимоотношений с собой, с окружающими людьми, там есть какой-то сбой. И эмоция, она показывает, она доказывает, что сбой есть. И умный человек, получив негативную эмоциональную эмоцию, он начинает исследовать и раскапывать, почему, где не сходится, где ошибочка, где сбой, да? Хорошо. Дальше, седьмой отрывок. Это мы все уже прошли. Значит, седьмой отрывок, мама тоже говорит, зачем нужно пить? Он выпьет и забудет свою бедность. И свой труд тяжелый он не будет вспоминать. То есть алкоголь, он не меняет ситуацию фактическую в жизни человека ни на граммулечку. То есть вообще не меняет. Когда человек выпивает, меняется ракурс, меняется его взгляд, его восприятие. И в этом тоже очень такая есть глубокая мысль, потому что алкоголь, если мы видим, что ситуация не меняется, но каких-нибудь там 100 грамм напитка, какого-то напитка такого, да, просто 100 грамм жидкости могут изменить восприятие ситуации и отношение к ситуации. Вот тут мы начинаем понимать, что жизнь человека, она мало зависит от внешних обстоятельств. Жизнь человека, она зависит от его восприятия этих обстоятельств. Если алкоголь может поменять восприятие, значит и без алкоголя человек может поменять восприятие. Например, есть такой замечательный человек Ник Вуйчич. Ник Вуйчич без рук, без ног. Но он создал великую жизнь, он несколько высших образований, написал 4 книги. И он вдохновляет и поддерживает миллионы людей. Получается, что это не внешние обстоятельства управляют его жизнью, потому что по внешним обстоятельствам он себе помочь не может. Как может человек без рук и без ног сделать себе миссией помочь миллионам людей? Понимаете, идея какая? И вот здесь алкоголь нам доказывает, что, седьмой отрывок, он выпьет и он забудет свою бедность, то есть как будто бы нет бедности. Но что такое бедность? Человек воспринимает жизнь. Знаете, есть известная история, когда пришел один еврей, бедный еврей очень, он бедно жил, пришел он к Равину и говорит, Рэбе, мне я очень бедный, у меня нет денег, у меня огромная семья, мы все живем в одной комнате. И это просто мучение, просто я уже готов повеситься, понимаю, что нельзя, но это просто ужас. Мы живем в одной комнате и не хватает денег, там 10 детей, что делать? Рэб ему говорит, ну смотри, во-первых, надо работать, надо работать, учиться, надо больше зарабатывать, надо молиться, то есть нужно предпринимать действия все, которые тебе помогут фактически изменить твою ситуацию. Это первый совет, который дал ему Равин. Второе, что он ему сказал, но еще я тебе дам один совет, который обязательно тебе поможет. Значит, прямо быстрый совет такой, да, вот прямо таблетка такая. Тот говорит, да, да, какая? Он ему говорит, у тебя корова есть? Тот говорит, есть корова, да, у нас есть корова такая, ну не очень корова, но есть. Равин ему говорит, пускай, заведи корову в дом, пускай она с вами живет. Тот говорит, как корову в дом? У нас 10 детей, одна комната, какая корова? Равин говорит, ты ко мне пришел советоваться? Тебе сказано, что в Перте вот есть такая мишна, Рабан Камлиэль сказал, асэлэхараб, сделай себе рава, выисталэк минасэфэк, и уйди, отдались от сомнения. Значит, все, я тебе даю совет, заведи корову. Ну, этот завел корову, приходит к нему, говорит, Рэба, я не знаю, что это за совет, но это просто ужас. Жена на меня орет, дети на меня орут, корова мычит, я просто вообще с ума схожу уже, да. Равин ему говорит, хорошо, значит, коза есть у тебя? Он говорит, есть. Говорит, ты козу заведи. Он говорит, Рэба, вообще меня с дома выгонят. Он говорит, я тебе говорю, заведи в дом козу. Значит, он завел в дом козу, ну, понятное дело, что все, он прибегает через час уже к Рэбе и говорит, Рэба, все, дома сумасшедший дом, просто жена орет, дети орут, коза орет, корова орет, все орут, я просто схожу с ума, все, я больше так не могу. Этот ему тогда, Рэба, говорит, хорошо, а теперь, говорит, убери козу и корову. И он убрал козу и корову, прибегает к Рэбе, говорит, Рэба, вы знаете, настолько стало хорошо, просто, говорит, я просто счастлив, говорит. Это насчет того, как меняется эмоциональное состояние человека в зависимости от, казалось бы, небольших факторов. Я помню, у меня был лично случай в жизни, когда я пришел как раз домой, помню, вечером мы были в гостях у наших друзей, у них какая-то было семейное торжество, и чуть-чуть я тоже выпил. А когда человеку нормально, то если грустному вино поднимает настроение, то когда хорошо, вино вообще веселит. Вот я приезжаю домой, и, значит, такой счастливый, вот жене говорю, знаешь, я счастливый вообще, вот у меня такое счастье просто вообще нереальное. Открываю компьютер, открываю компьютер, смотрю почту, мне приходит анализ в это время, я сдавал анализы, и там были мартеры раковые, вот эти вот всякие мартеры. И мне такой ответ, у вас, значит, подозрение на рак желудка, представляете? Я такой вообще думаю, вот это да, вот это вот Всевышний шутит. Я прямо, вот прям конкретно увидел вот в этом вот такое необычное явление, да? Ну, я очень испугался, вам честно скажу, я очень испугался, даже если человек старается служить Богу, выполняет заповеди, учит Тору, вот я очень стараюсь. Да, и я верю, что когда я туда приду, что у меня будет там хорошее место в раю, но когда узнаешь вот такую новость, то становится невесело. Я очень, тяжело мне было это принять, я начал прямо, я так расстроился, я уже все приготовился, уже там умирать, все. И, значит, ну, потом я сдал еще анализы, оказалось, слава Богу, что это была ошибка, что никакого не было никакого подозрения. Оказалось, что это была ошибка, врачебная ошибка. Кстати, в этой лаборатории, это в Тиве есть лаборатория такая, я и потом получал анализы, я отвел туда родителей, анализ показал, что они вообще мертвые должны быть. То есть, когда врач увидел анализ, который им там дали в этой лаборатории, он сказал, с этим не живут, так не бывает, сказал врач. Я с тех пор в эту лабораторию не хожу и слышал потом о них, что, я даже скажу, что это за лаборатория, потому что потом я у своего врача спрашивал, она говорит, что было несколько случаев, что матери, которые туда отвели детей, получили такие анализы, чуть с ума не сошли, когда на ребенка получаешь анализ такой, а потом оказывалось, что это неправда. Это лаборатория Синева называется, Синева в Тиве лаборатория, я лично с этим столкнулся, я хочу предостеречь просто для добра людей, нельзя говорить плохие вещи про кого-то, но для добра можно. Так вот, если вы, не дай бог, получили там плохой анализ, то сразу не пугайтесь, пойдите в другую лабораторию, потому что лично со мной были там вот случаи со мной, с моими родителями, и врач мне рассказывал про случаи с другими анализами, что они давали страшные анализы из-за того, что у них в лаборатории бывают сбои. Понятно, да? Хорошо, значит, давайте вернемся, седьмой отрывок, седьмой отрывок 31 главы в притчах, что когда человек выпьет, то он забудет о своей бедности, и труд его, он не будет вспоминать в этот момент, поэтому, поэтому, но ничего в жизни его не изменится, то есть это надо помнить, алкоголь не меняет фактическую ситуацию, а он эту ситуацию фактическую, он ее меняет восприятие, потом восприятие возвращается обратно, в это минус алкоголя, то есть тебя поднимает на состояние эйфории, но потом тебя опускает на состояние ниже, чем ты был до этого. Это как кофе, кофе поднимает, опускает еще ниже, чай, например, зеленый поднимает и опускает медленно до того же уровня, на котором ты был, но меньше поднимает, но не опускает в яму, кофе поднимает, опускает в яму, алкоголь поднимает, опускает в яму, все. Теперь восьмой отрывок, мама продолжает увечевать царя Соломона, Батшева, и она в восьмом отрывке ему говорит, Начинаем ему говорить, смотри, сынок, помни, ты царь, ты царь Израиля, и ты должен, когда даже на суде человек не может сказать, Так, птах пихали Элем, открой рот твой для Элема за немого. То есть есть такой человек, вот он пришел на суд, он такой бедный, он испугался, на него кричат, та вторая сторона с адвокатами, он бедный. И царь, вот как было, знаете, про царя Соломона же есть известнейшая история, как пришли две женщины к нему судиться. И он определил, какая из них мать-ребенка, какая не мать-ребенка. То есть он был мудрейший из людей, и главная суть царя была делать справедливый суд. И она ему говорит, смотри, если ты будешь пить, то ты можешь ошибиться, как ты будешь пить вообще? Ты должен открывать рот вот этому немому даже, да, тот, кто не может за себя сказать. И ты должен судить справедливый суд за всех обездоленных, обедневших, людей, которым плохо, которые не... То есть она ему говорит, ты не можешь пить. То есть не могут пить, изначально было сказано, цари, которые судят, и мудрецы, которые дают советы. И это очень важно, потому что мы каждый для себя внутри, в своей жизни, мы и судим, и даем себе советы. Поэтому человек, который... особенно от него зависят судьбы других людей, должен десять раз подумать, прежде чем пить алкоголь. Значит, и она ему дальше продолжает девятый отрывок. Птах пиха шфа цедек ведин ани вэвьон. Она ему говорит, ты должен рот свой открывать для того, чтобы судить справедливо, и суд бедных и обездоленных, ты должен защищать их права. И в этом суть власти. То есть власть, она должна в каждой стране обеспечивать справедливый суд и социальную защиту бедных слоев населения. В этом суть власти. И вот сейчас, например, многие думают, вот что в мире творится. Вот там в Америке, здесь в Израиле четвертые выборы за год, в России ситуация, в Украине и так далее. То есть есть для власти один критерий. Насколько власть, она судит справедливо, насколько в государстве справедливый суд, который одинаковый для всех, и который идет по закону, и насколько в государстве обеспечивают права бедных людей, обездоленных, то есть нижних слоев населения. И если власть не выполняет вот эти две своих функции, это справедливый суд и социальная защита, то это плохая власть. Если власть выполняет эту свою функцию, значит, эта власть хорошая. Понятно. Теперь и дальше идет с 10-го отрывка до конца притчи. Мишли с 10-го по 31-го отрывок, 21 отрывок, идет самая известная часть притчи, которая называется «Эшитхаэль миемца, варахук мипнини михра». Я уже 20 лет соблюдаю заповеди, более 20 лет, и соблюдаю шаббат. Каждый шаббат в субботу 50, в среднем 50, 365 на 7, значит, где-то 52 шаббата. И каждый шаббат обязательно вечером, когда семья садится за стол, вот так вот все стоят вокруг стола, и все поют эту песню. То есть все еврести, мужчины и мальчики поют женщинам вот эту песню. То есть это очень интересно, что получается каждую субботу, 52 раза в году, это 20 лет я это делаю, это уже более тысячи раз. Я эту песню пел, и в ней описано, а женщины сидят, слушают. Женщины сидят, слушают, девочки не поют, мамы не поют. Они слушают эту песню. Ну, девочки могут петь, но в принципе, как бы это песня, которая поется женщинам. И они узнают, кто такая Эшетхайль, кто такая доблестная жена. И там идет прям спецификация, 21 отрывок, те качества, которыми должна обладать женщина. И, значит, Эшетхайль Мимца, кто найдет доблестную жену, начинается эта песня. Верахок мипнини михра. И далека от жемчугов ее цена дословно. То есть ее стоимость, ее ценность намного выше, чем жемчуг. И тут очень интересно, вот смотрите, насколько сейчас один отрывочек, да. Мы просто одну строчку посмотрим, и уже остальное будет у нас в воскресенье. Эшетхайль, доблестная жена. Жена, которая дает доблесть. Дальше будет объяснено, что значит доблестная жена. По Торе от женщины зависит, во многом зависит жизнь мужчины, благословения мужчины, дети. Все это зависит от жены. Но написано Мимца, кто ее найдет. То есть здесь вот слово найдет, оно показывает, что здесь должна быть удача. То есть найдет, это как находка такая, да, это как повезло, должно повезти. То есть первое, в заслугу чего идет эта доблестная жена, в заслугу чего-то, то есть должен быть у человека мозаль, повезло. И в Эрахок мипнини михра, ее цена намного выше, чем жемчуг. Вот тут идет вторая часть. Но ты должен ее добывать как жемчуг, потому что как жемчуг в то время добывали? Ныряли, то есть были ныряльщики, они за этим жемчугом ныряли, старались, трудились. То есть чтобы была доблестная жена, от которой зависит в жизни мужчины практически все, нужно две вещи. Должно повезти, должен быть мозаль, то что называется, да, повезло. Но ты должен прилагать такие же усилия, как ныряльщики жемчуга, которые ныряют там и ищут этот жемчуг, чуть ли не рискуя жизнью и прилагая огромные усилия. И дальше мы узнаем, что значит эта доблестная жена. Мы выясним, кто такая это, да, какими она должна обладать качествами. И, в общем-то, будем искать. Если кто еще не нашел, будем искать. Кто нашел уже, слава Богу, женщинам очень важно, если вы как раз, женщины, вы узнаете, какие качества надо в себе развивать, на что обратить внимание, на что не обратить внимание. И с Божьей помощью, чтобы у всех были хорошее здоровье, благополучие, семейное счастье. Шломбайт, кстати, интересно, что счастье в жизни человека зависит от четырех факторов. Это сказали ученые. И эти ученые, они как бы на гормональном уровне выявили, откуда у человека берется внутри состояние счастья. Первый гормон называется дофамин. Это когда человек достигает цели. В момент получения желаемого вырабатывается дофамин. То есть, когда у человека в жизни есть много вещей, которые происходят так, как он хотел. Захотел, получил. Захотел, получил. Вырабатывается дофамин. Второй гормон счастья называется эндорфин. Эндорфины, они у человека вырабатываются, когда он здоров, когда он тренируется, когда он двигается, делает физическую, спорт. Поэтому надо сейчас пойти погулять, подышать, побегать и так далее. Это эндорфин, чтобы когда тело здоровое. Третий гормон. А если, кстати, эндорфина не хватает, то алкоголь как раз и вырабатывает этот эндорфин. Но это как самообман. Поэтому лучше через спорт. Третий гормон называется серотонин. Это социальное признание. Когда у человека есть друзья, хорошие отношения с людьми, это серотонин. Прекрасно, когда вы кого-то хвалите, кто-то хвалит вас, у вас хорошие с друзьями отношения. У тебя сейчас каждый мне амэн, спасибо за урок. Это серотонин. И четвертый гормон называется окситоцин. Этот гормон вырабатывается, когда есть любовь. Любовь, близкие отношения, когда ты можешь кого-то обнять и стать с ним одним целым. Это семейное счастье. Поэтому я вам желаю как раз четыре этих гормона, чтобы у вас в жизни были. Чтобы вы достигали свои цели, чтобы было здоровье. Чтобы были хорошие отношения с людьми. Тот, кого любят люди, того любит Бог. И чтобы были хорошие у всех семьи, дети, близкие отношения с близкими людьми. Все, всем удачи и успехов. Хорошего дня и шаббат шалом. Все, кто соблюдают шаббат, шаббат шалом. Хорошего дня до воскресенья. Воскресенье с 10 до 10.20. Мы продолжаем изучать притчи и узнаем, какая жена доблестная и где ее найти. Все, пока.